11 команд, по 6 человек в каждой и всего минута, чтобы дать верный ответ на каверзный вопрос. В Иванове стартовала весенняя серия игр интеллектуального клуба «Что, где, когда». Правила во многом схожи с викториной 60 секунд, которая давно полюбилась горожанам. Главное отличие, уверяют организаторы, в сложности вопросов. Ответить наполовину – весьма неплохой результат для команды. Сегодня все вопросы придумал петербургский знаток Борис Монусов. Он не настолько известен широкой аудитории, но он является двукратным чемпионом мира по игре «Что, где, когда» по спортивной версии. То есть вопросы довольно серьезного уровня. Одновременно с Ивановцами на эти вопросы отвечают игроки в разных точках России. Синхронный турнир привлекает интерес как молодежи, так и представителей старшего поколения. Залог успешной игры, конечно, сплоченная команда, в которой каждый, помимо широкого кругозора, обладает еще и узкоспециализированными знаниями. В целом же атмосфера, а главное вопросы знатокам понравились. Нет ни одного вопроса, который вызвал бы чувство протеста прямого. То есть да, они требуют привычки, да, то есть уметь вытаскивать какие-то тайные смыслы, которые в них запрятаны. Но к этому надо привыкнуть. Вопросы требуют дополнительных знаний, достаточно серьезных, глубоких. То есть просто на логику, на какие-то собственные, на школьную программу здесь практически ничего нет. Вопросы очень сложные, прям не берущиеся много очень сложных, отличие от барных квестов, которые сейчас так популярны, для очень умных людей. Вопросы мощные, очень мощные. Но это интересно в плане, что мы играем с очень сильными игроками, как играть в шахматы или в теннис, ну в любую игру. И когда играешь с сильным противником и сильные вопросы, то, наверное, как бы поднимаешься. Привести примеры вопросов мы, к сожалению, не можем. Правила синхронных турниров запрещают публиковать задания до окончания состязаний. Что же касается итогов первой игры весенней серии, то лучшими оказались известные ивановские команды «Форде Винт» и «Пятая колонка». Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.